здравствуйте на портале экзегет мы отвечаем на ваши вопросы и вот к нам поступил вопрос касающийся непосредственно духовной жизни касающийся того что святые отцы называли невидимой бранью или невидимой войной вопрос звучит так как бороться с дурными помыслами когда они лезут в голову что хотелось бы специально отметить очень хорошо и правильно вопрос задан по форме но далеко не всегда даже правильно заданный вопрос по форме человек его задающий правильно понимает его по содержанию потому что мне очень часто приходится отвечать на этот вопрос и люди не удивляются услышав то что я им говорю значит что здесь важно помыслы лезут в голову люди часто отчаиваются увидев в своей голове какой-то кошмар например и могут прийти помыслы убийства и могут прийти в голову богохульные мысли и могут прийти в голову блудные помыслы и множество других вещей которые человек себе как бы вот будучи здравым умеет твердой памяти не позволяет об этом думать они вдруг начинают лезть и вот здесь ключевое слово лезть что они лезут что они приходят люди большинстве случаев неопытные в этой самой невидимой духовной брани они считают что эти мысли рождаются в них и приходят от этого в ужас и приходят от этого в отчаяние очень часто люди убеждены что единственным источников их мысли и чувств являются они сами вот есть у меня какая-то нехорошая мысль в голове значит она родилась во мне так вот начало этой самой невидимой брани состоит в том что мы признаем для себя что не мы сами являемся источниками наших мыслей только незначительная часть помыслов а еще одно важно сказать что помысл это не просто мысль а это мысли чувство мысль соединенные с чувством чувство соединенное с мыслью на церковном языке именно это называется словом помысл так вот большинство помыслов она приносится к нам извне мы находимся и осознаем себя пребывающими живущими в материальном мире вот у меня есть стол вот на нем лежит книга священного писания недопишетая чашка с чаем очешник ручка вполне материальные предметы но здесь же рядом невидимым образом присутствует духовный мир в котором прибывают как ангелы так и бесы сам господь иногда прямым образом пытается воздействовать на нас и происходит это воздействие как со светлой так и с темной стороны через помыслы и иногда есть такое выражение помыслы все ваются в душу они могут всеваться от врага они могут всеваться и например вашим ангелом-хранителем или непосредственно господом богом основание для такого понимания у нас это притча сеятели знаменитая вот вышел сеятель сеть семена свои и дальше семена мы помним все эту притчу что семя упала и вот что важно что дальше происходит с этим семенем если в притче а сеятели речь идет о слове божием то точно также всеваются и плевелы всеваются всевозможные дурные хульные блудные и прочие нехорошие помыслы в сердце наш так вот ответ на вопрос он на вопрос как бороться с дурными помыслами вполне сельскохозяйственный дурные помыслы нужно пропалывать точно так же как мы пропалываем свой огород точно также нужно пропалывать и свою душу от дурных помыслов значит здесь нам в помощь апостол павел который говорит буквально следующее ибо мы ходя во плоти не по плоти воинствуем то есть сражаемся оружие воинствования нашего не плотские но сильные богом на разрушение твердынь ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение восстающие против познания божия и пленяем всякое помышление в послушание христу значит мы должны воевать буквально термин воинство вне отсюда и невидимая брань невидимая война мы должны пленять не помыслы наши должны пленить нас а мы должны пленить их в послушание христу каждого помысла есть определенные этапы сначала он просто появляется в нашем сердце и в нашей голове мы его замечаем иногда не всегда сразу он может прийти прикровенно в соединении с какими-то другими информационными событиями какими-то другими мыслями но как только мы его опознали увидели что это вражий помысл что это дурной помысл мы должны его отринуть мы должны его отвергнуть мы не должны его даже рассматривать мы не должны привлекаться прилепляться к нему уму если мы сумеем отвергнуть его на самом первом этапе а сделать это нужно духовным образом лучшим оружием против такого рода помыслов является иисусова молитва заметил читай господи иисусе христе сыне божий помилуй мя грешного один раз второй раз третий со вниманием с привлечением сердца и как правило на этом этапе помысл легко отходит отпадает и вытесняется из нашего сердца если вы не стали молиться если вы начали рассматривать этот помысел может произойти сочетание так называемые когда вы начинаете размышлять об этом помысле думать а вдруг и правда а может быть действительно так вы позволяете своему сердцу чувствовать греховную сладость помысла а уму соглашаться с ним это уже грех если вы отринули помысл на первом этапе греха нету если вы начали с ним сочетание то здесь начинается грех я не буду дальше рассказывать о проникновении помыслов дальше о превращении его в страсть а иногда и даже в порог переход от размышлений от помыслов к делу к реальному воплощению это уже совсем страшная тяжелая ситуация борьбы с грехом большинство помыслов необходимо и самое главное возможно отсеять на первом или на втором этапе если вы начали сочетание уже с помыслами если вы начали собеседование с ним то здесь возможно два варианта действия с некоторыми помыслами можно пытаться сражаться размышлением и рассуждением но это не касается например блудных и хульных помыслов святые отцы говорили со всяким грехом борись блудно грехов бегай как только вы опознали в сердце и своей голове блудный помысл или помысл хульный против бога святыни церкви необходимо сразу его отсекать той же самой иисусовой молитвой или любой другой молитвы если вы не умеете молиться если у вас это не получается есть совсем мирской способ они очень-то духовные но тоже иногда достаточно действенные просто попытайтесь не думать об этом а как не думать думайте о чем-нибудь другом подумайте например о предстоящем выходном о планах на лето о просмотренном или прочитанной книги просмотренном фильме о том какие проблемы у вашей жены у вашего сына то есть попытайтесь просто отвлечься просто перевести внимание но еще раз подчеркиваю лучшим способом является непосредственно молитва с остальными помыслами например с помыслами осуждения с помыслами обиды разочарования можно собеседовать можно это конечно предмет отдельного вопроса потому что как правильно собеседовать с теми или иными помыслами как их побеждать может быть предметом отдельного вопроса и рассмотрения но самое главное переубедить себя в том что то о чем вы подумали то та мысль которая пришла вам со стороны она не является правильной не является христианской не является достойной того чтобы она стала вашей мыслью а и Продолжение следует...